Здравствуйте! Хотелось бы начать с того, что обычно говорится в конце видео, а именно вывод. Bose 700 NC невозможно назвать прям лучшими полноразмерными беспроводными наушниками за 500 долларов, но и одновременно с тем я не хочу их отдавать, потому что они действительно зацепили. Вот своей любовью к мелочам, то есть даже вот взять просто сам кейс внутри, отдел для кабелей. То есть он выполнен настолько как-то качественно, то есть на магнитах он практически не заметен, что об этом просто хочется рассказать. Но и одновременно с тем, если мы возьмем аудиокабель, который находится в комплекте, то он как-то немного такой нон-тонкий, откровенно говоря, и не вызывает особого доверия. А если вы захотите его заменить, то у вас будут некоторые проблемы, так как разъем нестандартный 3,5 мм, точнее не 3,5, поэтому просто купить дополнительный какой-то новый кабель в ближайшем ларьке у вас не получится. И переходим к внешнему виду самих наушников. Выполнены они из пластика, амбушюры из кожзама, и при этом они очень легкие, на голове сидят удобно, приятно. И при этом внутри самих наушников есть дополнительные углубления для того, чтобы сами уши не касались корпуса. Это особенность, которая была и в 35-ках, и перекочевала сюда, что очень радует. На голове смотрится нормально, куда-то выйти в них на улицу будет не стыдно. При этом управление реализовано вполне логично. На левой чашке есть одна клавиша физическая, которая служит для регулировки шумоподавления. На правой чашке есть две клавиши. Одна необходимая для включения и сопряжения самих наушников, вторая для вызова голосового ассистента. А также есть сенсорная панель, у которой есть две основные задачи. Это регулировка громкости, а также плей-пауза. Ну и принятие вызова, либо же отклонение вызова. При этом, для того, чтобы поднять громкость от минимальной до максимальной, придётся провести по наушникам пять раз. И вроде как, ну, зачем все эти какие-то лишние движения? Вот как всё это? Зачем? Зачем? Но по факту регулировка очень плавная. И да, это нравится. То есть ты можешь выставить громкость именно на том уровне, на котором тебе и необходимо. Поэтому за это, Боус, отдельное спасибо. И при этом даже звук при включении самих наушников и выключении, это не просто какой-то там писк, это запись контрабаса. То есть хорошо записанное там, ну, буквально отрывок в 2-3 секунды. И при этом наушники способны его качественно отыграть. И это приятно. То есть каждый раз, когда ты включаешь-выключаешь наушники, тебя сопровождает какой-то приятный звук. И непонятно, почему все производители беспроводных наушников не задумываются об этом, но здесь задумались. И это хорошо. По приложению. Да, стоит всё-таки поставить Боус Мьюзик как-то, так как дополнительные функции будут полезны. То есть, во-первых, можно построить систему шумоподавления под себя. Можно смотреть сразу же в аккумулятор. То есть при этом указан оставшийся заряд не в процентах, а в времени, которое они смогут воспроизводить музыку. Всё это немного странно, но тем не менее интересно. А также можно выбрать ассистента, который будет работать в них. Но единственное, что зачем-то нужна какая-то авторизация, которая здесь кажется лишней. То есть вот есть прямая задача. Есть приложение, есть наушники. Подключить, да и всё. Но нет, то есть зачем-то авторизация нужна. Непонятно, и вот мне это не понравилось. Теперь шумоподавление. Для меня, лично для меня, Bose QC 35 второго поколения были лучшими наушниками с активным шумоподавлением. Так как, да, есть модели, которые мощнее, как те же там Sony 1000 XM3. Но при этом, помимо того, что 35-ки хорошо гасят внешние шумы, они как-то не давят на голову. То есть в них можно сидеть на протяжении долгого времени. Поэтому и воспринимаются они как профессиональный рабочий инструмент для каких-то шумных помещений, для тех же самолетов. То есть, чтобы в наушниках было удобно, чтобы можно было их сложить, чтобы были неубиваемыми. И при этом у них есть одна из дополнительных функций воспроизведения музыки. Поэтому в 700-ках шумоподавление также осталось на высоком уровне и по личным ощущениям стало немного лучше, и при этом также комфортнее. И чему я удивился, то есть при рендеринге данных видео, то есть когда они обрабатываются, идет максимальная нагрузка на компьютер, вентилятор на процессоре, на блоке питания начинает гудеть с такой громкостью, как будто бы компьютер сейчас взлететь захочет. И при этом 700-ки могут полностью погасить данный шум. Причем вот полностью. То есть ты не понимаешь, работают сейчас вентиляторы, либо же не работают. И это меня удивило, поэтому тоже обязан был этим поделиться. И теперь уже переходим к самому звучанию. То есть... Сами инженеры компании поступили достаточно грамотно. То есть они не пытались сделать наушники какими-то сверханалитичными, аудиофильскими, и одновременно с тем не стали делать какой-то непонятный свой окрас, как-то видоизменять звук по-своему. Да, есть ощущение, что звук немного приукрашен, но при этом в тональном балансе каких-то перекосов не ощущается. И единственное, что при первом прослушивании, когда вот только первый раз их надел, были некоторые проблемы. Середина казалась странной, так как ощущение, что АЧХ там как-то немного скачет, и в некоторых случаях все хорошо, в некоторых случаях голос, сам вокал, там где должен находиться, либо же приблизительно на уровне с инструментами, либо же немного выпирать, оказывался на заднем плане. И это как-то непонятно. Также были проблемы с низкими частотами, то есть там после 80 Гц они как-то вот так резко уходили на спад. Но при этом после получаса прослушивания все изменилось. Причем это явно не прогрев, это не привыкание к наушникам, так как эти вещи происходят совершенно по-другому. И возможно как-то они просто обновились там за это время и все. То есть я этого до сих пор не понимаю, но первое прослушивание и прослушивание через полчаса все-таки отличаются по своим впечатлениям. И уже после того, как они стали звучать так, как они звучат на постоянной основе, рассказываю. То есть по низким частотам каких-то особых замечаний нет. Они уходят достаточно глубоко вниз, но опять-таки для беспроводных наушников, без каких-то там фанатизмов, без какой-то аудиофилии. При этом низкие частоты, они чуть-чуть как бы, чуть-чуть больше, чем должно быть, но при этом как-то это не сказывается плохо. Остается все равно полноценная структура самих низких частот и разделение инструментов в общем-то на достойном уровне. Середина, без вопросов. То есть та же сцена хорошо выходит в ширину, в глубину. Ну для беспроводных наушников в общем-то нормально. При этом вокал стал уже звучать натурально, то есть без каких-то искажений, без ощущений того, что какая-то дополнительная эквализация происходит. Просто натурально. Высокие частоты, в целом все хорошо. Единственное, что ближе к краю частотного, они не сглаживаются. И если в записи есть какие-то серьезные огрехи по высоким частотам, то они могут здесь проявиться. И при этом звук уже будет в некоторые моменты неприятным. Но опять-таки это нужно вылавливать на определенных треках. И как правило это какая-то тяжелая музыка. Если как-то сравнивать с конкурентами, то по сравнению с Bose QC35 второго поколения это огромный шаг вперед. Они явно намного лучше. По сравнению с Sony 1000XM3 700-ки будут намного лучше. И по детальности, по правильности, по натуральности звучания. По сравнению с PX очень такой спорный момент. Потому что если слушать по Bluetooth, то да, 700-ки будут лучше, чем PX. Но если подключить напрямую к источнику, то есть мы подключали по кабелю к FIO X7, то какого-то особого прироста не ощущается. В то время как те же PX, они прям требуют чего-то хорошего. Их надо просто подключать по кабелю к тому же Hi-Fi Man 801, и тогда это будет уже прям крутой такой полноценный звук. По сравнению с Sennheiser M3 AEBT XL, но прям чувствуется в отставании 700-ок, потому что, опять-таки, по той же детальности, по сцене, в особенности по сцене, Sennheiser будут обходить прям вот на голову. Это совершенно другой уровень. И в принципе M3 AEBT XL звучат, но как-то слишком хорошо для беспроводных наушников. Но опять-таки Sennheiser будут уступать по удобству, так как они более массивные. И если на протяжении долгого времени находиться в наушниках, то 700-ки будут явно намного удобнее. И вот так мы потихонечку подходим к вопросу о кодеках, так как, ну, казалось бы, если уже звучание хорошее, должен поддерживаться там и APTX, и LDAC, но нет, SBC и AAC, это всё, что поддерживают данные наушники. Но при этом у них нет проблем с детальностью почему-то. То есть, вроде как, да, к ним поступает достаточно бедный битрейт, но они хорошо с ним работают, и музыка при этом воспроизводится хорошо. То есть, каких-то ограничений в этом плане я, по крайней мере, не почувствовал. Вот, поэтому теперь уже можно подходить к концу. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Понравилось видео, ставьте лайк. Не понравилось – дизлайк. И, как я понимаю, это последнее видео этого года, поэтому надо всё-таки хотя бы поздравить с наступающим Новым Годом. Поздравляю вас, спасибо вам большое, что вы были с нами. Наверное, как-то стоит это в отдельные записи какой-то сделать там в сообществе, во вкладке, но я понимаю, что там все будут вот это вот «поздравляю, поздравляю, поздравляю», и будет как-то уже больше напрягать все эти записи. Поэтому я, честно сказать, не готов к каких-то особых поздравлений. Я скажу то, что думаю. Я рад, что это адекватная аудитория. Да, есть критика, да, есть там какие-то… Проходятся по нам иногда, но всё это по факту. Всё происходит правильно. И я рад, что мне интересно заходить в комментарии, отвечать, общаться и к чему-то новому приходить. Я за этот год очень многое узнал именно благодаря тому, что в комментариях мы что-то обсуждали и приходили к какой-то правде, к какой-то, надеюсь, что истине. Поэтому надеюсь, что в следующем году мы данные темпы не сбросим. Всё равно будет также продуктивность, будет интересно. И ещё раз вам большое спасибо, что вы с нами. Спасибо за всё то интересное, что происходит в этой жизни именно благодаря вам. Поэтому вот теперь точно всё. Уже забыл, что я хотел сказать. Всё, спасибо и до скорых встреч. Ой, блин, что же я как-то это, прям… Как-то концовочку-то.